приветствую меня зовут артем я доничанин из киева как вас зовут откуда меня зовут я я составом россия на чем здесь разговариваете еще раз о чем разговариваете да так нечего просто интересно я разговариваю об отношениях стран моей собеседника вы из россии я из украины давай на политика экономика давайте подержу разговор давайте как думаете почему россия напала на украину хорошо сейчас из моих соображений конечно мне же интересует не не пропаганда меня интересует то что вы думаете ну я считаю так вот у меня допустим очень много родственников в краматорске донецке луганске жили про петровске ну скажем так вот когда на донбассе вот этот майдан произошел нет майдан в киеве был ну короче это переворот власти когда был захватили власть вот и я не знаю чем вас там не устраивал ваш президент но дело в том что украина пожелала примкнуть к нато чего не могла позволить россия вот допустим врага у себя у носа порога я считаю что украина вступила в нато севастополе в симферополе там бы стояли наторские корабли что недопустимо для россии россия просто была вынуждена и это вовсе война не наша с вами украина это война запада с россией вы просто как инструмент и плацдарм для этого вот как будто я понял давайте тогда пройдемся немножко по пунктам потому что вы сказали да первое то что у нас не устраивал там янукович ну скажем так если бы он не делал таких резких телодвижения то скорее всего он бы досидел даже до конца своего срока но так как он отказался подписывать евро ассоциацию а он в 2010 году когда шел на выборы он шел с программой о том что мы должны тоже идти были приближаться к евросоюзу то есть его выбрали за счет этого он отказался но народ вышел сказал что так не надо делать он решил побить народ после этого вышел миллион больше миллиона человек это раз второе переворота у нас не было он сам убежал его признали человеком который не выполняет свои обязанности санна сама усунувшиеся второе или третье неважно извините на этом давайте давайте я уже вас послушал полностью давайте я коротко я коротко пробегаюсь я же не расскажу долго по поводу нато почему-то я не вижу нападение на финляндию и швецию со стороны россии а они вступили в нато украине по поводу нато говорили ой ребята 20-30 лет забудьте никто вас брать не будет по крыму вы горите если бы украина вступила по поводу теоретической возможности мы поговорили теперь фактическая возможность наш наше государство подписала с вашим государством продление аренды вот этой базы в севастополе еще на в общем до 2043 года сорок пятого года в общем еще чуть ли не наполню это нам надо 30 лет почти 25 или 30 лет то есть никто вас оттуда бы не выгнал физически потому что украина все свои обязательства все свои договора выполняет поэтому ну все что вы сказали получается это просто попытка оправдания вот вы просто ретранслировали ну по ней я понимаю что вы считаете что это ваше мнение но вы ретранслировали пропаганду которая вам вот рассказывала о том что бомбили донбасс о том что нато там биолаборатории хорошо хоть не гуси эти скоро с комарами как ваш не бензи рассказывал невозможно может я и ошибаюсь но вот смотрите про януковича то что он сбежал сбежал он под страхом смерти если он избежал его багро за три за три дня до того как он сбежал начал вывозить межигорье вещи камазами вывозились его с ним подписали мировую люди начали расходиться на майдане начали подписали мировую о том что он идет на досрочные выборы никто ему не запрещал даже баллотироваться заново ему никто не угрожал ладно вот у меня еще один вопрос к вам такой вот всегда считались братскими народами славяне я хотя бы я цыган по национальности но я вырос родился среди русских я я считаю себя русским человеком вот вообще вот я не вижу разницы между белорусом украинцам и русским но это ну как бы одно целое мы даже мыслим одинаково скажем так нет но можно я свое мнение скажу и вот допустим вот чего не живется вот все хотят интегрировать там ближе к евросоюз а что там хорошего вот скажите мне там идет уничтожение блять населения вот по моему мнению в том плане что там священнослужители извините за выражение венчают пидорасов лесбиянок там суррогатная мать суррогатный отец это вообще ну это по созданию мира сего это ну невозможно это неприемлемо вы знаете что ты что оттянется суррогатная мать женщина которая выносила ребенка для для других которые для ну и на 1 не обязательно это может быть это может быть с половиной тысячи штучка где-то метр семьдесят метр восемьдесят это цена нормальная очень 2 500 на на выбор любую выбирайте опять же по пунктам смотрите суррогатная женщина может выносить выносить ребенка для женщины которая не может родить это одно дело второе подождите давайте так что же всех россиян так волнует кто с кем спида и если они спят у себя в своем доме меня абсолютно не волнует мужик с мужиком спит мужик женщины спит или женщина женщины спит это их проблемы я понимаю никто не пропагандирует дальше смотрите по поводу священников а вы считаете лучше что священников ловят на том что они совращают мальчиков и девочек это вообще неприемлемо это вот очень часто проявляется ну вы знаете и у этого православных очень даже неплохо просал новых священников так что тут говорит что те плохие а эти хорошие я бы не сказал вот смотрите вот вот секунду хорошие те плохие в уставе православной церкви что есть такое чтобы совращать мальчиков не там или детей но священники западные там ватиканские они у них в уставе пидорасов женить лесбияна это неприемлемо католиков этого нет ну может быть и нет но вы не знаете вы просто сказали у римских этих нету такого у них так вот даже в америке официальная церковь сатаны ходят люди поклоняются сатанисты сатанисты есть везде во всех странах их просто это малая часть какая-то маргинальная часть людей так что если те там открыто просто-напросто вы думаете в россии их нет есть а то может давайте смотрите вот мне объясните мне такую вещь вот я сам из донецка да и когда пришли туда вот эти ваши освободители начался тотальный грабеж начали забирать машины у людей кстати вот у меня у друга цыгана у племянника просто выкинули из машины и мы пацана слава богу нашли через две недели а других убивали поэтому говорить о том что мы братские народы мы не братские это вот эта фраза о братских народах придумано было в советском союзе от три единстве вот это славян только почему-то славяне есть еще помимо русских и белорусов есть еще славяне поляки чехи хорваты это огромная огромная это не этническая группа это лингвистическая группа языковая и почему-то поляки не говорят нам что мы вот братские народы они добрые соседи нам мы тоже им добрые соседи когда получилось так что россия напала на украину полномасштабно огромное количество женщин и детей выехала в польшу там и дальше но первые кто подставил плечо это поляки так вот я считаю что для меня больше поляк будет братом чем русский потому что поляк в тяжелую в тяжелую минуту помог русский напал сколько украинцев россии выехала даже по вашему русстату там до миллиона а то что у вас депортирована было огромное количество наших граждан и украдено детей у которых даже есть родственники но их вывезли поменяли им имена и отдали в какие-то приемные семьи а теперь будут люди искать их годами это называется киднеппинг это похищение детей за за что ваш на вашего президента выписали орден орден ордер на арест за похищение детей в коммуне нужны были эти дети чтобы говорить их похитили потому что у вас огромное количество нехватки именно славян я вас умоляю вас вас ваше население наши и что исла и сколько у вас русских там у вас больше чем у вас подавляющее большинство как раз мусульмане нерусс у нас многонациональная страна а чё же в этой национальной стране запрещает мусульманам мечеть строить с чего вы взяли да вот в москве запрещают воскресенье вчера или позавчера я вам открою страшную тайну в одессе 6 а 9 мечети так в одессе там этих мусульман совсем ничего а в москве а в москве больше мусульман чем во всей украине и у них мечети меньше чем чем у нас в одессе а зачем если там мало мусульман зачем туда 9 мечети хотят построить никто не мешает если там их несколько тысяч и они построили 9 мечети и что с этого что в этом страшного ну суть не в этом вот суть в том что россия напала на украину вот в общем суть вот ваше соображение потому что причин при развале союза ваш народ не ментально не признал что мы являемся отдельной страной с отдельным народом с отдельным языком вы все считаете нас младшими братьями которым можно указывать что что надо делать мы отдельная страна у нас 40 миллионная страна у нас по площади мы являемся самой большой в европе и вы если вы считаете что вы сможете нас захватить не получится все из семи областей вас выгнали из оставшихся тоже выгоним да к сожалению погибнут много наших пацанов ваших мне не жалко ваши оккупанты а наших пацанов мне жалко потому что это большинство из этих пацанов не были военными они не пришлось стать военными из-за нападения вашей страны хорошо вот если вы считали себя отдельным государством самостоятельным почему же по долговым обязательством ссср россия выплатила за вас за украинцев ваши долги отвечаю потому что украина сказала да мы согласны в пропорциях принимать долг советского союза но только чтобы и поделили иностранную недвижимость и долги которые должны были советскому союзу а это в разы больше и россия не захотела этого делать по одной простой причине потому что тогда бы пришлось отдать огромное количество иностранной недвижимости и огромное количество долга который которому советский советскому союзу который должен был а там их много было стран которые должны были советскому союзу и это перекрывалась в разы. А это уже ваши проблемы. Это перекрывалась в разы. Украина всегда была на шее у России. Украина? Украина всегда кормила Россию. Я вас умоляю. Мы всегда были житницей как в Российской империи, так и в Советском Союзе. Это была одна из республик доноров. Если не ошибаюсь, почти на половину, кажется, 40% Украина финансировала Советскую Армию. Из республиканского бюджета Украины это шло. Я вас умоляю. Это документы. Похоже, тоже не из своих соображений. А вот это вот по ящику, что посмотрели. Я из соображений читания документов. Я человек, который люблю докапываться до истины. Я для того, чтобы докопаться до истины, можно просто прочитать документ. И этот документ у тебя показывает, как происходило это дело. Когда мне россияне начинают рассказывать о том, что Крым нам подарил Хрущев. Ну да. Ну да. А вы не знаете о том, что Хрущев не имеет никакого отношения к этому. На документе о передаче Крыма от РСФСР в УССР стояло две подписи. И там Хрущева не было. А чья была подпись? Одна Ворошилова, другая кажется, Маленкова. Или... Не, не Маленкова. Это можно даже сейчас глянуть. Элементарно. Ну как вся разница. Русские отвоевали у Крыма. У этих, у татар. Или у турков, блядь, я уже забыл. Этот Крым. Вы смеетесь. А у кого? Вы знаете, что подавляющее большинство вот этих российских войск, которые захватывали Крым, отвоевывали у турков, это были казачьи полки из Украины, с территории Украины современной. Посмотреть элементарно улицы, огромное количество улиц в крымских городах в честь казаков названо. Есть эти памятники освободителям, ну там написано освободителям Крыма. И там огромное количество вот почему-то украинских фамилий. Потому что он был в составе Украины уже сколько. Поэтому там и название улиц такое. этим улицам сотни лет их начали называть в честь казаков, казачьих полков, казаков, которые участвовали во взятии тех городов. Короче, ты хочешь сказать, что это украинцы отвоевали Крым, и типа он по праву индустрии. это все понимаешь, вопрос заключается в том, что неважно кто, когда, что, в 91-м году развалился солист. он подарили. его навязали Украине для того, чтобы она его восстановила. Потому что до того, как Украине передали Крым, люди там после войны жили в землянках. И Украина за республиканский бюджет восстанавливала Крым. Я вам скажу так, я вот первый месяц, когда Крым перешел к России, я побывал в Крыму, и там было, блядь, как после бомбежки. Там, блядь, страшно было. да, затопило. Вот сейчас поедете, там красота. Украина затопило огромное количество своих пахотных земель, огромное количество исторических памятников, сел, для того, чтобы сделать этот северокрымский канал. Все это строилось за счет бабок республиканского бюджета Украины. Это раз. Ни дорог, ни зданий, вообще ничего. О, Господи. Я был там. Я вижу, я был до и после. Да, я вижу, как вот настолько сейчас шикарно, вот миллионы людей едут отдыхать в Крым. Намного больше, намного больше, чем при Украине, да? Да. Вот только почему-то я с крымчанами со многими разговаривал, которые знают меня и которые не боятся сказать, потому что они знают, что я не буду их выкладывать, рассказывать, что вот они такие, не любят Россию. Так вот, люди в свое время за сезон зарабатывали бабки, чтобы купить новую машину на приезжих. А сейчас говорят, у нас жопа. Открытым текстом они говорят. То, что они построили несколько трасс, так эти трассы в первую очередь имеют военное предназначение. Для того, чтобы удачно было перебрасывать силы вооруженные. А по поводу того, что я объясняю, кто там его захватывал, никто там. С 91-го года существует два государства. Российская Федерация и Украинка. И что Россия признала территорию Украины в границах ОССР, что Украина признала территорию России в границах РСФСР. Вы сами подписали и после этого напав на Украину вы показали, что вы просто агрессоры, оккупанты, которые живут ментальностью 17-го века. Захватить чужие территории для вас это доблесть. Потому что больше 80% вашего населения радовались, когда вы захватили Крым. Пока ваших войск там не было, ни в Донецке, ни в Луганске не гибли, ни в люди. А почему вы молчали, когда, блядь, Дампас, бомбили, детей убивали, школы взрывали, башни? 11 раз Украина подавала в ООН о том, чтобы ввести миротворцы, чтобы не погибали мирные люди. И 11 раз Россия блокировала эту инициативу. Россия блокировала. Но при этом же продолжали хуярить, хуярить и хуярить. Вопрос на засыпку, Ян. Скажите мне, когда Советский Союз освобождал от нацистов свои города, он бомбил эти города? Гибли мирные люди? Конечно. Так почему ты удивляешься, почему вы удивляетесь, что мы, когда освобождаем свои города, мы бомбим по вам, по вашим войскам, которые находятся в городах? Ну, в 14-м году наши войска не находились. В 14-м году они находились. Они на границе были, но не внутри. Есть сотни видео, как ваши войска заходят в тот же Луганск, через Изварина, заходят в тот же Луганск. Есть, как в Донецке они находились. Есть заключения международных организаций, которые говорят о том, что Россия оккупировала эти территории, о том, что призывают Россию вывести свои гибридные силы. прекратить спонсировать, поставлять оружие боевиков и всего остального. Это все есть. Это при желании все можно почитать. Какой смысл России захватывать Украину? Можете мне ответить? Потому что, я же говорю, в 90-х годах, когда развалился Советский Союз и образовались наши государства, основная масса вашего народа не признала ментально вот здесь, что мы отдельное государство. И тут приходит ваш фюрер этот, ваш вождь, президент, и он говорит, я вам верну величие, грубо говоря. Вы почувствовали, а, вот собираем земли заново, вот сейчас восстановим Советский Союз. И вот эта основная масса совкодрочеров, класс, уже Крым наш, вот сейчас Донецк, Луганск наш будет, вот сейчас мы захватим и вот мы будем опять Советским Союзом. У вас огромное количество народа, которое страдает имперским шовинизмом и совкодрочерством. И при этом самое смешное, что у многих это вместе. Хотя Советский Союз уничтожил Российскую империю, поэтому как можно быть одновременно и совкодрочером, и имперцем. Но у многих россиян это становится вот нормально. У меня бы, если честно, шарики за ролики заехали, если бы у меня в голове вот эти две теории вместе составлялись, у меня бы шестеренки заклинило бы. Я же говорю, у нас выехало из-под оккупированных территорий больше двух миллионов. То есть желание этих двух миллионов в России не учитывает. Мы не хотим там быть, мы не хотим быть в России. Понимаете, в чем проблема? Если человек хотел жить в России, надо не призывать войска другой страны, а надо просто-напросто продать все, что у тебя есть, и поехать туда, где тебе нравится. Ну, потому что, будем откровенны, до 2014 года Донецк был одним из самых блатных городов Украины. по заработкам, по жизни, по стоимости жилья. Квартира трешка в спальнике стоила 80-100 тысяч долларов. Такая же трешка будет в то время в Белгороде стоила бы, ну, я думаю, максимум 50-60. То есть, человек, если он хотел жить в России, он продает квартиру в Донецке, переезжает в Белгород, покупает, и у него еще кусок бабок остается хороших. Ладно, вот смотрите, вот ваш президент Зеленский, скажем, вот уже вот без поддержки Запада, там буквально вас на неделю хватило от войны. Вот, в полном вспышке слова. 4 месяца без поддержки вас сдержали и начали отбрасывать. Не было поставок западного вооружения, кроме вот этих ручных гранатометов, которые только для обороны возможны. Их там не так много было. Те же Дживелины и Эрлауны. А сейчас в основном кто там наемники, поляки, немцы, французы, негры, блядь, кого там только нету. И вот наши ребята, я держу связь, кто там сейчас на передовой, хохлы, хохлы бегут, блядь, как трусы, наемники бьются до конца, а хохлы съемаются, сдаются плены. Ой, как интересно, как интересно. Вот я слушаю это и я просто ржу с этого. У нас есть отдельный, во-первых, у нас нет наемников. У нас есть секунды. Я тебя умоляю. Секунду. Ян, можно я договорю? Вот смотри. Я отвечу. Одноклассники, двоюродные праздники. Я понимаю, рассказывают эти одноклассники. Я объясняю. У нас нет наемников. У нас приехало там пару десятков тысяч, всего лишь там их 20 или 30 тысяч. Всего. Всего-всего. Приехало людей, иностранцев. У нас организовали и интернациональный легион. Они все являются служащими в СССРУ. Они не наемники. А, ну, это не говно, это дед насрал. Ну, какая разница? У вас ЧВК Вагнер это наемники. Хотя у вас по вашему закону ЧВК запрещены. Не знаю насчет ЧВК. Запрещены, не запрещены. У вас есть закон о наемничестве. У вас есть закон такой. и что Россия нарушила то, что ЧВК Вагнер да. Каким образом? Ну, потому что у вас это должно преследоваться по закону. Я тебе подожду. Я, насколько я понимаю, тут уже закона никакого не будет. У вас наебажиться до конца, пока нахуй не перебьем друг друга. Хотя это бессмыслимо. Сейчас, секунду. Закон о наемниках РФ. Закон РФ о наемниках. Статья 359 наемничества. Это ваша статья. То есть то, что вы используете ЧВК Вагнер, открываете офисы ЧВК по всем городам. Это против закона. То есть вы нарушаете свой же закон. О чем гласит 350 статья? Сейчас элементарно я же ее просто открыл. Сейчас скажу. Наемничество наказывается лишением свободы на срок от 12 до 18 лет с ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет либо без такового. УК РФ статья 139 Верхболка обучения и финансирования или иное материальное обеспечение наемника равно его использованию в вооруженном конфликте или военных действиях наказывается лишением свободы на срок от 12 до 18 лет с ограничением свободы. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотренного частью третьей статьи 208 настоящего кодекса наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. То есть у вас все это прописано и вы плюете на свои же законы получается. А нас поддерживают потому что мы страна на которую напали жертва агрессии. Так же как Советскому Союзу помогали бороться материально ну там разными материалами танками самолетами и всем остальным американцы против нацистов когда воевали ленд-лист помните такое? Ну вот это то же самое практически то что нам делают. Я вам скажу так Украина вот допустим сейчас если вот тормоза не врубить и вам и нам я думаю вот пизда просто всей Украине я не рад этому я не рад этим я не хочу у меня вопрос вот как нам врубать тормоза то есть отдать вам наши территории когда мы вас из семи областей выгнали из семи уже выгнала Украина без это вам по телевизору говорят житомирская киевская сумская черниговская харьковская этот николаевская и остров змеиный это часть одесской области и одесская область семь областей я я из я украину сохранить нейтральный статус почему россия почему россия не напала на финляндию финляндия уже в нато вступила тысяча тысяча триста километров территория это границ граница с финляндией почему не напала на финляндию ну значит мировая война нет просто это это просто отмазка для того чтобы захватить украину напасть на нато у россии очко жим жим если бы хотела напасть на нато напала бы на через берингов пролив на американцев а это просто попытка вам вам россиянам рассказать что вот украина бы вступила в нато нам нам франция и германия говорили что мы не поддержим ваше вступление в нато это было до 14 года да и после 14 года нам то же самое говорили только тогда когда вы поймете что живите в своей стране вам никто не мешал жить в своей стране как вы хотели занимайтесь своей страной у нас есть хороший классик лесь по-деревянски современный он сказал наша национальная идея я скажу по-украински наша национальная идея отъебиться от нас нахуй просто напросто украинцы не хотят жить с вами в одной стране мы хотим жить как мы хотим вот вашими устами бодемет пить на самом деле блять Степана Бандера этот национальный герой он же блять фашист СС у вас фашисты блять от сердца он ян когда поговорите со мной пожалуйста в вашу же википедию зайдите почитайте Степан Бандера сидел в нацистском концлагере с 41 по 44 год его братьев убили в нацистских концлагерях это вам ваши пропагандисты рассказывают украинские националисты воевали как против советского союза так и против нацистов я не говорю что они они там ангелочки с крылышками они много чего делали но вопрос они не были фашистами нацистами памятники почему воинам освободителям разрушаете в каждом городе до того как Россия полномасштабно на нас не напала ничего не разрушали кроме памятник убирали памятники Ленина вот это памятники там Ворошилову Жукову вы знаете сколько тот же Жуков уничтожил мирного населения украинского когда при форсировании Днепра для того чтобы отвлечь немцев взяли собрали все мужское население из ближайших городков и сел и без оружия кинули перед перед войсками и там порядка полумиллиона мирных мирных мужчин которые были просто это там на заводах работали или еще что-то их кинули ну короче для вас Степан Бандера охуенный а Жуков Ворошилов Волгандоны понятно вот этот нацизм нацизм фашизм у вас уже в генах правильно Путин сделает чтобы бомбить нацизм фашизм у вас вот вот о чем я говорю что они вот о чем я говорю что они вот я ему уже фактами говорю это бесполезно я им это рассказываю не для того чтобы их убедить я это рассказываю чтобы меня послушали мои подписчики вы то что они вот вот человеку рассказываешь человеку доказываешь говоришь не не слушай меня проверь вот возьми в свою википедию зайди почитай не нахер а то что у них стоят памятники нацистским казачьим атаманам это нормально а Субтитры сделал DimaTorzok